Полагаю, что лучше громкий матержинник, чем тихая сволочь. Королева, цитат. Спустя почти полтора века Фаина Раневская по-прежнему восхищает талантом и хлесткими выражениями. Комедийную драму памяти Фаины Георгиевны «Одинокая насмешница» показали на сцене Центрального дворца культуры в Щелкове. Действия разворачиваются в ее московской квартире. У вас здесь, конечно, как в колодце. Об одиночестве и почти затворническом образе жизни Раневского ее последние годы говорит большое количество монологов в спектакле. Фаина, Фаина, Фанечка, Фанечка, главное запомни, не заводи романа с иностранцами, я имею ввиду Паркинсона и Эксгейна. Ну ладно, ладно, не капризничай Фаина, все в порядке, все в порядке, помирать неизвестно, за два месяца за квартиру не заплатила. А потом запомнили всегда, девочка, что здоровье – это когда каждый день болит в другом месте. Живое общение заменяет сборники произведений Пушкина и Ахматовой, в которых она находит лучшего собеседника. Когда все позади, нарастали, и остались только дряхлости, смертью, когда почти мучительно проясняются любые события, собственные наступки, целый период жизни. На контрасте с этим в доме Фаины Георгиевны появляется живой человек в квартире. Дом работница Аннушка по натуре своей невежда, но благодарный слушатель. Слух, как ты рассказываешь, прям как в кино, а потом. Яркие образы, смешные эпизоды, меткие афоризмы. Мастерам московской сцены удалось не только рассмешить зрителя, но и передать трагикомические моменты жизни советской актрисы театра и кино, великой и неповторимой. Виктория Мельник, Сергей Васильевский, Щелковское телевидение.